Маабан Маабан является засадой, местом возврата. То есть является засадой и местом возвращения или возврата. В этом случае мы скажем, что Маабан это хабаран санин ли кана. Это второй хабар глагола кана. Мансубан бига поставлен этим глаголом в состоянии Насб. Первым хабаром у нас было имя Мирсада. Значит Маабан это второй хабар недостаточного глагола кана. Мансубан бига. Президентом состояния Насб в этом имени является Аль-Фатхата Захирату Аля Ахри Хьявана Фатха над его окончанием на конце. Возьмем следующий аят. Ла-Би-Сина Фи-Ха-Ахкаба Прибывая в ней, то есть в геене, в века или долгие годы. Ла-Би-Сина это халун. Это обстоятельство образа действия. Отвечает на вопрос как? Как? Прибывая. Значит это халун. От местомения, содержащегося в условии Аль-Таагына. Приступившие. Потому что Аль-Таагын это целая форма множественного числа мужского рода. Значит понимается местомение Хум. Хум, то есть они. Так вот это местомение Хум является Сахабыль-Хал. Образно говоря обладателем этого хал. То есть этого состояния. А форма множественного числа мужского рода Аль-Таагын является Амелем. То есть тем фактором, который воздействует на окончание слова Ла-Би-Син. Значит Ла-Би-Син это халун. Мансубун. Поставлен в состояние Насб. То есть в винительном падеже. В Аль-Амуте Насбхи признаком состояния Насб в этом имени является уже знакомая нам буква Аль-Я. Какая? Аль-Я. Аль-Я. Аль-Максура ма-Кабляха. Аль-Мафтуха ма-Ба'да. То есть буква Я. Предыдущая буква, которая огласована Кесрой. А следующая за ней буква огласована Фатхой. Значит получается, что буква Я является в целой форме множественного числа мужского рода признаком как состояния Насб, так и состояния Аль-Джар. Поэтому, посмотрев на само слово, мы не можем определить признаком, какого падежа здесь является буква Я. Это определяется по предшествующему обычно Амелем фактору. Так в слове Аль-Таагын, например, Я у нас был признаком состояния Аль-Джар, потому что ему предшествует харфу Джар нам, то есть предлог родительного падежа. А здесь в слове Ля-Би-Сина Я являюсь признаком падежа Аль-Насб, потому что это слово здесь Хал. Дальше Фи-Ха. Фи-это харфу Джарин, предлог родительного падежа. Мабнию аль-Сукони с неизменяемым окончанием суконом на конце. Ха-это дамирун муттасанун, слитное местомение. Мабниюн аль-Сукони с неизменяемым окончанием суконом на конце. Фи-махалли Джарин бихарф-эль-Джарин, на месте падежа Аль-Джар, посредством предлога родительного падежа Фи. Валь-Джарру валь-Маджруру, то есть Фи и местомение Ха, мутталликаны би-Ля-Би-Сина, связаны по смыслу со словом Ля-Би-Сина, то есть прибывая. Прибывая где? Прибывая вне, то есть в Гиенне. Ахкабан – это Зарфа Заманин, это обстоятельство времени для слова Ля-Би-Сина. Как мы говорили, Зарфа Заманин – это обстоятельство времени, это имя, которое обозначает время совершения действия и отвечает на вопрос когда или в течение какого времени. Значит, Ля-Би-Сина фи-ха пребывает там сколько, в течение какого времени пребывает там века или долгие бесконечные годы. И как мы знаем, Зарфа Заманин относится к тем именам, которые ставятся в состояние Насп. То есть относится к мансубатам, к именам, которые бывают в состоянии Насп. Значит, Ахкабан – Мансубан, поставлен в состоянии Насп, а Амалим – то есть фактором, поставившим это имя в состоянии Насп, является слово Ля-Би-Сина. Значит, Ахкабан – Мансубан, в Алям Танасмих, признаком его состояния Насп является Аль-Фатхат-а-Захирату Аля-Ахилихи – явная Фатхан над его окончанием. Есть еще другой вариант. это если мы скажем, что слово Ахкабон не Зарфа заман. Не обсостоятельство времени Ахал, обстоятельства образа действия. Значение лечённое всего, не имея ничего, то есть в этом случае слово Ахкабон будет халь. То есть прибывая там как, пребывая там леченными всего, не имея ничего. А дальше ираб будет таким же, как и в случае с обстоятельством времени, то есть не меняется, потому что и зарф, заман и халы, оба они относятся к мансубатам, к именам, которые ставятся в состоянии аннасп. Поэтому дальше грамматический разбор будет тем же. Остановимся на этом, на следующем уроке, продолжим.